Три дни Сожского карагода пролетели незауважно. Сдаётся, мы только знакомились с конкурсантами, и вот они уже отримливаются с нагороды на гала-концерте. Сирот пероможца, уочинные коллективы, гости с замяжи. Головных номинаций четыре народно-сценичные, фольклорно-бытовые, эстрадный и сучастный танец. Дарыши Сожский карагод – один и форумы Белоруссии, которые оценивают не только танцевальное мастерство, а и балетмастерское. У нас самые приятные впечатления от этого и города, и от фестиваля. Мы на нём достаточно много слышали в своё время, вот впервые на него выбрались. Мы очень счастливы поучаствовать в таком масштабном действительно мероприятии, и нам очень приятно, что мы получили возможность сюда приехать. Фестиваль – это беспрекорно сделано, беспрекорно организировано. Это практически два фестивала. Один фестиваль – это кореографический фестиваль, а второй – это День города, города Гомоля. Это интересно и красиво сделано, красиво организировано. Город крутой очень. Город очень понравился, да. Не знаю, не ожидали даже. Очень красиво и интересно. Она очень уютная. Первый сурский карагод у Гомоля завели в 97-м годе. За годы проведения фестиваля уделу им приняли больше 16 тысяч человек. Это люди из разных краей цвета. Вселетний фестиваль стал самым масштабным. Грандиозной стала церемония открытия. Над постановкой працавала целая команда хореографов на шале с головным режиссером Пятром Свердловым. Перед гридачами поустало соправдное театральное шоу, наполненное магией мастатства. Только от детячей хореографичной школы Гомоля на поле вышли 500 детей. Плюс некольки сотни студентов ВНО. Гости фестивалю и шматлики танцевальные коллективы нашей в области. Некольки тыдня успотребилось, как каждый особенный удельник стал часткой одинного механизма. Репетиции проходили очень долго. Поначалу было как бы непривычно. Мы уставали очень сильно. Было очень жарко. Да, было очень жарко. Постоянно хотелось пить, кушать и все такое прочее. Но потом как бы влились в коллектив и познакомились со всеми. Уже весело проходили репетиции. Все было под контролем, нормально. Как огромный единый механизм и такой винтик, от которого зависит в принципе многое. Ну, хотя даже если тебя и уберут, кажется, что может быть и ничего не изменится. Но в то же время это приятно, что тебя пригласили на мероприятие именно такого масштаба. И ты, значит, что-то значишь в этом мире. А Малькож на особный номер шоу выкликал овации из захопления. На поле вышли представители Беларуси, России, Украины, Грузии и других стран. Это был свой особенный танец оброза, который вывасаблял огромную справу на корысть всех народов. По-своему, захопляльной была хорография каждой нации. Проникненная была русская, атмосферная прибалтийская, и наполненная сенсом корейская. Национальные особливости, майстерство и профессионализм дельники демонстровали подчас конкурсного прогляда. Как вызначить лепших, строгая жура два дни оценивала претендентов. Какие костюмы, какая музыка, какое качество исполнения, какое качество постановок – это все можно объективно обсудить и объективно оценить. За каждое из разделов параметров выставляется определенная оценка. Она суммируется, а потом суммируются наши общие оценки. Неотъемная и одособленная частка сошткага караходу – международный турнир по спортивных бальных танцах «Золотая рысть». Все лета юн собрал около 500 танцевальных пар с 13 краин свету. В шампионате приняли удел профессионалы, которые выходят в топ-50 свету по спортивных бальных танцах. Их это факт подтяжая высокий рейтинг с поборництвом. Мы приехали из России, если быть точным, из Дальнего Востока, Хабаровска. Естественно, волнение присутствует, потому что все-таки международный турнир. Пары представляют многие страны – Испания, Великобритания, Россия. Это реально вызывает очень много эмоций. На выняковой пресс-конференции организаторы и журы форума подкресливают с каждым новым фестивалем узровень престиж и значение сошткага караходу узрастают. Это форум державного значения. Адметность сошткага караходу у захований развитие традиции фольклорной творчести. А еще это пляцовка для налаживания новых профессийных связей. Много из Украины, из разных областей, обращаются ко мне с просьбой найти коллективы из других стран. И очень почему-то интересует Белоруссия, Гомель. Я не знаю почему, но очень интересует. И вот я прислала номера организаторов для того, чтобы иметь связи с Харьковом и с Киевом, и с другими областными центрами. Восьмый фестиваль показал сошский караход профессийно вырос. Хоть расти я шиюсь куды, а ли про форум шують, ягу ведають, на ягу имкнуться трапить. То, что удельники готовы передолить тысячи километров, кап высти на гомельскую сцену, значит многое. Все те надежды, они оправдались. Все те коллективы, на которых мы как бы видели что-то, прекрасные коллективы, мы сделали как бы на них какую-то ставку определенную. Мы увидели в них какую-то изюминку. Они довольно успешно показали себя. Настасья Кучинская, Дмитрий Родянко, отели радио и компания «Гомель».